Вот тут сейчас нужна просто эта картинка с этим мемчиком, когда вот прям бьют в лоб ладошки, прям вот так вот, и вот так вот фейс-спалм, и вот это просто я, потому что вот два, ребята, момента в начале данного видоса и этого прохождения. Первое, да, я понимаю, что, так сказать, некоторые тренды до нашего канала доходят с запозданием, но, но, очень важно, что они по итогу доходят. Это, ребят, Siege Survival, игра, которая вышла, наверное, месяца два назад, мне про нее писали многие, Владос, поиграй, тебе понравится. Игра, мол, по своей стилистике, по вообще подаче, по геймплею очень похожа на This War of Mine, а This War of Mine мы затерли до дыр, потому что там прямо сценарии были интереснейшие, в плане, в принципе, и сюжета, и игры. Вот, но была одна проблема, Владислав на старте этой игры поначитался, собственно говоря, отзывов в стиме и сильно сгрустнул, потому что люди писали, что, мол, это вообще не то, тут жесткие рельсы, нет никакой вероятности, как в This War of Mine, то есть ты идешь прямо вот по проталенным торопкам от разработчиков, плюс здесь оловянные персонажи, которые тебе, как говорится, вообще по боку, тебе их не жалко, ты не плачешь, как в This War of Mine, когда там кто-то погибает. Плюс, мол, сюжет в целом не очень, геймплей вылазок не очень, вообще все не очень, и игра не очень. Я что-то как-то, знаете, такой, ну, не очень и не очень, значит, пойдем дальше. Плюс у игры довольно кусающийся ценник для инди-игрульки, тысяча рублей, ну, такое себе бы сказал, то есть, мне кажется, это, возможно, многих отталкивает в данном случае. Но по итогу, спустя долгое время, я к ней вернулся, вспомнил, почитал отзывы теперь новые, люди пишут, что да нет, все хорошо, богато, можно играть, интересно в ней так, в принципе, поразвиваться. Единственное, что она довольно одноразовая, то есть на один заход, но сейчас большинство игр на один заход, знаете ли, играется, поэтому это прямо не такая, ну, точечная проблема этой игры. Это сейчас глобальная проблема всех игр. Короче, это первый пунктик, который важен, но не так важен, как второй пунктик в начале этой серии. Второй пунктик, ребята, Владислав снимал, собственно говоря, уже эту игру 15 минут целых новой серии, которую я вот, собственно говоря, обозначил, и я просто не включил микрофон, то есть я как бы орал вот в монитор без звука. Поэтому я как бы уже игру знаю, в целом посмотрел начало, мне понравилось, стилистика прям хорошая, экономическая составляющая хорошая, в принципе, история здесь какая-нибудь есть, текста довольно интересные, то есть мне, в принципе, все зашло. Поэтому с моей стороны я готов играть, с вашей стороны, ну, по традиции напоминаю про то, что надо поставить лайки, комментарии написать, чем больше будет актива на первой серии, тем, собственно говоря, у нас будет больше запала на следующей серии. То есть будем ориентироваться по этому первому видосу, заходит на канал такое или нет, но это вы оцените уже в конце серии, не сейчас, не в начале. Все? Вроде бы все. Я вообще здоровался или нет, потому что я уже забыл, все в башке перемешалось. Если нет, то здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найтгвард, это Сич Сурвайвл, первая серия, смотрим, средневековая осада, выживаем внутри замка, которую захватили захватчики. Логично? Логично. Все, поехали играть, новая история. Так, тут у меня до этого ряда был открыт, только история была открыта, теперь у меня открылись быстрый старт и исследователь, но я, наверное, начну все-таки с истории, потому что, как бы, я ни хера не поиграл, я буквально сыграл, наверное, 10 минут, вот именно в самой игре. Поэтому возьмем историю и пойдем четко по ней, то есть, основной, так сказать, сценарий, с полным видением, с обучением, чтоб я, как говорится, не тупил, потому что я в таких играх, бывает, туплю, вот, поэтому, ну и поняли. Все, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 себе здесь место, а в уголке под сеном, чтоб уж если горел сарай, гори и хата, как говорится поэтому мы вот тут аккуратненько строим себе костерочек но это на самом деле безопасная система со стороны, видите, не города, а берега то есть дым будет уходить туда сквозняком и враг не будет видеть нашей активности, то есть если поставить костер со стороны города враг будет понимать, что мы там чем-то занимаемся что-то типа готовим, у нас все хорошо и возможно предпринято атаку, так что я стратегически от гений так, приготовить еду на костре у нас есть только один вариант, приготовить питательную еду, которая создается из одного яичка и трех бревен, я не знаю что делается из одного яичка и трех бревен, ну возможно яичница но такое большое количество бревен для одной яичницы, это странно ну, хозяин барин, давайте приготовим для плотника, потому что он потерял всю семью, его нужно сейчас накормить что парень немножечко отошел от шока говорится, это прям его жизнь прям жестко помотала так, еда готова вернуться к Бертрану возвращаемся, собственно, к Бертранчику у нас, кстати, если что, есть подвал прям спуск вниз это безопасная зона так, Бертран все еще сидит на своем месте дрожит и прижимает потрепанную кукулу к груди он кажется отсутствующим, как будто он переживает темные моменты снова и снова дать ему еду он едва замечает ваше присутствие но заставляет его съесть еду укус за укусом вы замечаете, что жизнь возвращается к нему наконец-то он оставляет пустую миску и засыпает возможно, а, может уверенностью сказать, что он не закрывал глаза светов вчерашнего дня позвольте немножечко отдохнуть нормально но его выздоровление пошло бы намного быстрее если бы у вас была обычная кровать которую могли бы построить из материалов, лежащих на улице ворота, соединяющие город с замком, повреждены но вы знаете, что есть секретный проход ведущий к городскому рынку вы можете использовать его и искать припасы под покровом ночи но погодите-ка кто это человек, стоящий у ворот, ведущий к бастиону? так что за человек? не понял а какого хрена к нам просто человек зашел? у нас как бы ворота закрытые были алё это замок или проходной двор? что происходит? нормально, блин, здесь вроде как все мосты разрушены это, кстати говоря, вторая полоса защиты этого замка и к нам просто шел какой-то щелик не, конечно, все понятно возможно, он знает какие-то пароли, явки но это странно взял просто и зашел солдат, стоящий перед вами, весь в крови его глаза потускнели от усталости туника на его доспехах разорвана в клочья только когда он заговорил, вы узнаете Гальвика племянника Бертрама и друга детства Флинта он счастлив видеть вас живым но даже сквозь маску из крови и грязи видите, как лицо Гальвика бледнеет когда он узнает о семье Бертрама он ошеломлен потерей тети и сестер и еще один удар падает на уже измежденная человека но нет времени отчаиваться из мира скоро нападут, говорит он мы должны пополнить припасы, прежде чем это произойдет затем он раскрывает, что группа солдат тоже обыскивает город и они все еще не вернулись, потому ему нужна ваша помощь что тебе нужно? нам нужны стрелы, говорит он, много стрел конечно, их создания с нуля уйдут дни, но как начнет мастерской лучника в городе? это наш шанс поторопись, говорит Гальвик все наши жизни зависят от тебя он возвращается в бастион уйти, конец так, ну вот здесь я уже не был настала ночь вылазки какие-то сейчас будем разбираться по поводу этих вылазок надеюсь, там не будет прям какое-то душнилое у нас мародерство 9 статов, я так понимаю у нашего персонажа поехали наружу вот, кстати, этот городок просто, ну, чтобы вы понимали город, блин, на острове был или на полуострове как нас захватили, непонятно походу, врагов было слишком много прям, а нас слишком мало то есть здесь, как говорится на острове и лесополоса своя и храм праотца и пригород и чипсайт и гавань и рынок ремесленный район золотой уголок сам замок верхний город и, собственно говоря, остров смольщиков короче, точек дохерища выбираем точку и, собственно говоря, идем в нее понятно фрам верхней макулы рюкзак персонажа тоже понятно так, чему сейчас мы можем здесь себе поставить заблокированный проход а, у нас только один проход сейчас сюда в централку в золотой уголочек так, и есть элементы которые мы сейчас можем с собой брать у нас 9 слотов у нашего персонажа факел источник света или инструмент позволяющий сжигать гниющие трупы угу нужно ли нам брать с собой факел для того, чтобы сжигать гниющие трупы это хороший вопрос давайте, наверное, возьмем я не знаю, нужно или нет но возьму на всякий случай вдруг пригодится хер его знает хотя это минус слот на шмотке вдруг пригодится а вдруг нет а вдруг да а вдруг нет вот хер его знает ладно вдруг пригодится поэтому поехали так, а теперь я, наверное, так и побегаю нам сказали что врагов по кругу сейчас, как говорится, еще нету но вроде как сейчас их еще нету они будут немножко так сказать позже то есть они сделали налет и сейчас отступили обратно себе на дракарчики поэтому пошли пособираем ресурс сейчас про запас трава какая-то вороны летают и, собственно говоря какой-то индикатор для того, чтобы что-то можно сделать в этом месте я пока жадно буду собирать ресурсы это важнее всего там какие-то, не знаю безделушки непонятные находятся здесь у нас что? судя по значку наверное, какие-то лекарства выросли подорожник овощи остаются свежими пока их не соберут с земли а забираем так, тут у нас что? именно здесь раньше находились ворота верхнего города самому богатому району города находились потому что ворота пораженные снарядом требушета рассыпались на щебень вне всяких сомнений на другой стороне было бы что собрать но можно ли этот путь расчистить? а хер его знает увы, обломками зажаты и заблокированы несколько обрушившихся потолочных балок их заклинило таким образом что их можно переместить только с другой стороны ворот похоже, чудеса знаменитого верхнего города останутся для вас недоступными ага ну точнее я бы сказал мы их потом наверное будем осматривать когда сможем обойти с другой стороны получим какой-то себе топор ну то есть карта многоразовая что в принципе стандартно для таких игр вы нашли мастерскую лучника а так мы это искали тут она под носом была излишне говорить что есть миры здесь были а здание было сожжено и разграблено его владелец висит на влияющем дереве а из его тела торчит дюжина стрел а когда вы смотрите на разваленный леденящий ветер напоминает вам зачем вы здесь найти стрелы для солдат есть только один способ узнать затем внутрь логично вы обрадите прозрушенной мастерской в поисках драгоценных стрел среди груды сломанных деталей и сгоревшей мебели время идет но вы не можете их найти как только собираетесь сдаться вы начнете вспышку в темноте под сломанной балкой крыши может быть это исследовать да стрелы для защитников бастиона вы пытаетесь вытащить их но они кажется застряли под сломанной балкой вы тянете и тянете их пока они все не станут ваши смещенная балка брушивается на вас всем своим весом боль пронзает ваше тело на то что вас водится у вас уйдет много времени покидаем мастерскую и замечаете что-то изменилось труп лучника уже не висит старуха склоняется над телом в тени дерева она рыдает измученная и вы предлагаете что это предлагает что это его мать она рискнула своей жизни чтобы снять сына и похоронить его в неглубокой могилке женщина пытается сдвинуть его но она ранит себя топором под своим поясом так помочь ей похоронить труп либо взять топор и уйти блин ну топор звучит очень сильно на самом деле очень сильно но действительно женщина так рискует в захваченном городе чтобы сына похоронить я же не могу быть настолько с винтусом да поможем ей похоронить женщина испугалась увидев что вы приезжаетесь но вы заметили облегчение в ее глазах когда она поняла что вы хотите помочь как только вы похоронили труп она дает вам небольшой мешочек и молча уходит в темноту так мешочек где мы получили драгоценности немножечко и собственно расстрелы да забираем а время у нас пока еще есть мы еще и получили себе раны какие-то непонятные понятно пошли походим что-нибудь поищем у нас там еще один слот оставался под ресурсы а ну сейчас начинаете волокна а все как раз таки нашли волокна их там и искали принести стрелы в замок у нас что до хера времени это вот день у нас индикатор слева а это ночь поэтому время есть так это материалы под материалы уже нету места потому что кто-то взял с собой сраный факел драгоценности время осады стоят столько же сколько горстка камней то есть драгоценности бесполезны я так понимаю можно их выкинуть взять с собой нормальные материалы я правильно правильно понимаю ну сказано что драгоценности ничего не стоят вообще от слова совсем поэтому зачем этому противиться так это что такое сжечь труп ааа ага ахаха не зря не зря как говорится взял ребята я факелочек все таки можно сжечь один труп так это мы забираем это чтобы убрать все препятствия нужна лопата лопата у нас пока что нету к сожалению это мы хорошо что взяли как говорится факелочек сейчас мы сожжем и нормально все будет так здесь у нас что еще травушки ну я думаю пособираем так ну давай сожжем этот труп не знаю зачем это нужно сделать ну давай сожжем еще один повешенный парень здесь у нас находится блин время-то тикает ну тут он так на ощупь типа недалеко идти до замка так сожгли не знаю зачем мы это сделали но пусть горит так есть у нас что еще материалы еще дерево о нормально забрали я прям под завязку забился я вам скажу прям так нормальненько мы подзабились прям хорошечно так еще трава еще дерево но места уже нет я так понимаю есть смысл сейчас просто отступить и не париться опа там еще один пимтик торчит это что такое перед вами городские ворота отделяющие рыночную площадь от порта это были бы невероятно удобный проход во время ночных путешествий двери однако прочные и определенно закрыты если и с миром не удалось ее взломать вам нужен ключ где он может быть ааа хер его знает у нас ключ одет у как бы я то откуда знаю где ключ у нас по-моему время подходит к концу как бы я бы сейчас такой домой вернулся а то времечко кончится и как бы и все и приехали приплыли не будем рисковать я помню здесь вор оф май не было так что если ты запаздываешь с возвращением обратно есть шанс того что персонаж получит вещи поэтому лучше такие вещи не делать ночь была спокойная но атака противника может наступить в любой момент мы должны к ней подготовиться нужно воспользоваться возможности помочь салатом на бастионе начать новый день так я так понимаю усталость он у нас устал жажда легкая рана сейчас мы поговорим собственно с этим с бертраном кажется бертран чувствует себя много лучше потеря с ними оставила немалый след и только время сможет лечить эту рану но наконец плотник в создании и готов выживать тебя зовут филин верно спрашивает он я помню как ты посещал мою мастерскую вместе с гальвиком один или два раза спасет из мощ теперь нам нужно позаботиться о животных и добыть свежую воду бертран прав нужно найти свежую воду как на зло по колодцу в замке попали несколько снарядов требушета тем не менее возможно если вы расчистите колодец от завалов вы сможете как-нибудь его починить стоит попробовать так обучение персонажа разглокирую второго персонажа можете включаться между ним с помощью таба убирая кнопка мыши бла-бла-бла портреты так у каждого персонажа есть свой набор сильных слабых сторон которые определяют чем приспевает ваш выживший понял 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 так нам бы сейчас построить вот тут кровать это что это спать это оно и есть отлично нам сейчас построить кровать и отправить спать нашего персонажа потому что ну здесь схема это прям такая же реально как здесь War of Mine парень который ходит ночью он днем спит иначе это просто провал несусветный так можете построить кровати нужна ткань дерево понял если будут не высыпаться возможно заболеют смертельно ранен но это все понятно так построить одну кровать выбираем Бертранчика его бонусы посмотрите сражение плюс строительство плюс а у Фалента у него типа рюкзак расширенный понял так ну поехали собирать ресурсы тут у нас куча точек с ресурсами которые можно пособирать что-то справа почему-то мигает бассейн а ну подожди ты спать-то можешь о лег спать супер так временный бинт материалы ну забираем все что есть это и есть я так понимаю тот самый колодец который блин прям с большой крышей шел а или это крыша с этого с ворот которая на нас упала две чистые воды ткани и всякая шушера что касательно колодца вы убрали развалины блокирующий доступ к колодцу тем не менее его основание рухнуло при падении снаряда трибушета нет способа ремонтировать его прежде чем жажда убьет вас возможно удастся найти питьевую воду на городских полочках полочках и рынках и рынках в другом ночи рискованный вариант но лучше среди возможных понятно воды не будет надо искать ее будет на улицах в городе стандартная схема так пособираем себе ресурсики из того что есть здесь это вообще в таких играх первостепенная вещь собрать все дефолтные ресы которые тебе предлагают играть прям важно почему мигает бастион не понимаю аааа это это бастион вы можете увидеть когда из какой силы враги планируют нанести удар на этом информация скрыта и вам понадобится разведать линии противника чтобы получить ее важно поддерживать как можно больше силы бастиона чтобы минимизировать урон стенам и потерю защитников понятно используйте этот кран и кран для передачи припасов бастион они будут упакованы и переданы активным персонажем после того как вы получите выбор так здесь также появляется сломанное оборудование которое нуждается в ремонте понял здесь можете проверить состояние защиты вы можете увидеть сколько защитников осталось их снаряжение ваша конечная задача держать бастион хорошо потроган на господящей замке выбирайте стрелы защитников чтобы повысить шансы на выживание понятно так гарнизон у нас 12 человек осталось и один раненый 12 человек в гарнизоне в этом замке именно в этих стенах ну скажем так наши шансы на выживание крайне малы боевой дух у нас сейчас высок не зависимо ни от чего статус вооружения у нас 5 топоров и всего-навсего 2 лука при этом у нас всего-навсего 6 комбинезонов точнее гамбезонов ёлки-палки 2 лука нахер нам топоры топорна не поможет во время насада нужны луки как можно больше луков так а мы там сейчас должны им передать временный бинт чтобы этого парня выключить и передать им стрелы да о практически свои силы Сейчас уравняли, у нас стало 35 на 35 Но нужно что-то еще Из ресурсов уж этого мало Я знаю такие игры Работать на нейтралках Это бесполезно, то есть если ты выходишь Вровень с противником, ну это как бы Полтос на полтос, шанс того, что ты обосрешься Очень большой, поэтому Сейчас, наверное, будем еще искать кого-то Но либо у нас челик еще вылечится на следующий день Будет плюс человечек, поэтому посмотрим Следующая битва через день Через день, то есть эта ночь У нас еще будет, мы что-то еще поищем этой ночью Окей Так, ладно, уберите завалы Флинт ранен, используйте временный бинт и уложите его Спать на ночь Аааа, подождите А как зайти обратно в бастион, а не как Я бинты отдал в бастион Как бы, а не в флинту Найти чистую воду, уберите завалы, блокирующий курятник Опа, курятник, точно Пошли расчищать Блин Отравьте стрелы в бастион, да я отправил все, что мог В бастион, надо было флинта лечить Он у нас немножко подранился после прошлой ночи Нож на кровати Он из-за того, что как бы Будет целый день спать Вылечится сейчас Так, курятник Обучение животное Здесь вы можете управлять своими животными, они могут быть очень полезны, пока живы Например, сытые куры несут яйца Ну это логично Чтобы накормить животных, нажмите на съедобный для них продукт, используя левую кнопку мыши Или притащите его в ячейки А, ну тут все ясно Волоса справа показывает, сколько большой запас продовольства степен для животных Ну тут все ясно Так, нам сказали, что овощи очень быстро портятся И если из них нельзя готовить хавку, поклепку То я бы, конечно, сейчас отдал курам эти овоща А, ну пошли сейчас быстренько проверим Где наш костер здесь был Можем ли мы использовать... Использовать, отправить человек куда? Понял Можем ли мы использовать себе овощи? Нет, тут у нас чисто мясо, стейк И дальше у нас тут вообще, в принципе, все закрыто Понятно, тогда мы сейчас кормим этим курочкам эти овощи Пусть покушают и нам дадут яички Геички здесь прям, ну... Бесконечный источник, в принципе, пищи для человека Полный набор, знаете ли, белков, поэтому будем кайфовать Так, овощи сюда А, гнилая еда испорченная Блин, для куринера не очень хорошо Но, блин, мы точно жрать это не будем Поэтому отдадим сюда тоже А они, в принципе, готовы траву поесть Кстати, сразу заполнение на максимум по еде А, ну подожди А, так это... Эта трава заполняет, в принципе, на 100% Вообще все в этой жизни Вот так, наверное, пока сделаю Сейчас у нас... У нас у кур есть имена Аврора, Дейси, Миссис Тина Так, ну давайте покушаем А зачем кормить хряков? Типа, чтобы они больше становились и было больше мяса Ряд, у меня для вас есть гнилая еда Если хотите, как бы... А, нет, есть обычный свежий корм Могу вам отдать Маленько Очень голодная у нас Хрюшка и Норман тоже очень голодные Ну, покормим Так, в замке появился новый персонаж Так, это он и есть У него... Он грустит, у него депрессия Ну, тут, кажется, тоже все понятно У человека умерла семья вся Какие претензии к нему могут быть Так, Флинт ранен, это мы не сделаем Чистая вода отправит стрелы в бастион Ага, бастион О, 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 о Я сейчас вот что сделаю Отправлю стрелы Бинт заберу Так, Флинтяра Как сейчас тебе использовать Бинт? Вот у нас есть так Использовать, взять, удерживать Для перетаскивания Можно его сейчас вот как бы, ну, вот Как бы использовать Кто его сейчас использовал? Надеюсь, Флинт Пожди, Флинт, ты его использовал или нет? Нихера не использовал А ну, братишка, подожди Лишь бы это помогло Рана выглядит плохо А, он прямо во время сна Типа себе это Забинтовался, что ли? А ну, подожди, проснись, брат Братишка, проснись, пожалуйста Алло Алло, проснись Возьми сейчас бинт И используй его То, что нужно сейчас Понял Блин, уже правда ночь наступает Мы нихера не высп... А, нет, мы выспались У нас усталость ушла У нас единственная беда, что у нас кровоточка херачит Аааа Может еще успеешь? Да, быстрее, быстрее, быстрее Ложись спать сейчас до ночи Потому что как бы тебе эти вылазки В любом случае Он еще и пить захотел сильно А, это он рано перевязал, простите Ну, потому что у него расширенная сумка Как бы нужно идти именно этим парнем в вылазку Это логичные вещи Так, спать на кровати Легкая рана Не-не-не, братан Как бы У нас, значит, что? А, Бертран Спать на зим... Нет, у нас, значит, самародерство в городе Ааа Здесь у нас Получается Алло Он тоже может мародерствовать в городе Нет, только один парень может мародерствовать в городе Тогда будет спать Тогда Бертран просто поспит Все? Нормально? Нормально Поехали Так, это наша вылазка Нам Брать нечего Кстати, а факел-то одноразовый был Я тут там что-то сжег И как бы все Травяные лекарства, удобрения Дальше нихера Понятно Поехали Так В этом же месте Рынок Ааа С правой стороны Там дохера было Ресов у нас Прям дохренища Вот тут было с правой стороны Возле большого красного здания Нам нужно идти сейчас что? Чистую воду 110 штук и ищите все, что вы можете солдатам Типа вообще все, что вы можете, все ищите Так, пять воды с лету есть Здесь опять завал у нас какой-то У нас нету пока лопаты Ааа, кстати Ну что надо было что-то строить Типа мастерской там лопаты Как раз таки брать, нет? Хотя мне писали, что лучше не ошибаться В этой игре в прологе И не делать лишних вещей Которые не требует от тебя игра Иначе ты потом и рез и хер найдешь Для строительства нужных по квесту вещей Так что Если не было задания сейчас Давать мастерскую под лопаты Лучше, наверное, не делать Так Ну, дерево Какие-то металлы Находим О, у нас здесь лес обновились Ааа, так вот Что-то штука давала Мы сожгли проход На лестнице Теперь мы можем сюда подняться До этого у нас труп лежал Вонючий Все Вот он еще Не зря, получается, сжигали Так, что у нас здесь? Немножко дерево Какой-то ткани Я думал, здесь что-то положнее будет Какой-то стол на висельнице С бумагой Ну, что-то более ценное Порванный гамбизон Можно пощинить в мастерской Опа И кусок мяса Вот опять я понимаю Вот это Кстати, вот эта штука почему-то мигает Нам игра подсказывает, что ли, или еще? Типа, посмотри здесь И это важно Ммм Инструмент используемый для расчистки Больших груд мусора В городе Затавливается в верстаке Так Нету места под лопату Драгоценности Нахрен Берем лопаточку Оооо Пошел, пошел, пошел Контент Так, под траву тоже нету места Может быть Бревна скинуть Это просто трава Как бы для курей Очень заходит Я вам скажу Дерево у нас так И так было Завал был справа Один, да, блин О, три воды Но это Грязная вода Может не брать Ее Пойти поискать Чистую Немножечко, так сказать Сейчас за ЧСВ Что пойдут поищу чистую воду Какая-то вот бочка стоит Мне должно быть Что-то интересное У нас с правой стороны С левой стороны Были завалы Просто интересно Лопата одноразовая Или нет Вот в чем вопрос Оп, семь воды чистой Ну, все Сделали задание Как раз таки Возможно Гамбизон Для того И был нужен Чтобы усилить Обороноспособность Наших пацанов На крепости Так, ну еще Время до окончания Ночи у нас тоже есть Самый важный вопрос Одноразовая Или лопата Если одноразовая Блин Это будет печально Как бы, ну Так Обучение вражеских патрулей Вражеские стражи Патрулеры Город ночи Избегайте их Внимание Чтобы оставаться Незамеченным Если вы Задержите Своих поле зрения Или будете шуметь Ладно, с ними Они вас заподозрят А что у нас Здесь кто-то Заметил А, это уже Переход В опасную Зону Сейчас быстро Собираем И валим Что у нас здесь Готовые доски А лопата Реально одноразовая Оказалась Можно здесь Сныкаться Свертаться здесь Так Тут у нас Что Ну Забираем То, что можем И валим Домой Просто валим 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 Как бы Конец уже дня Точнее Конец ночи Конец вылазки Блин Лопата оказалась Одноразовая Это что такое Предмет лопата Сломан А, он Сломан Его можно Каким образом Починить Или что Все-таки Она оказалась Одноразовая Зараза Так Да Вернуться домой Дом Дом Милый дом Вражеский штурм приближается Вы должны быть готовы к худшему Вороги готовятся к атаке Нам нужно поддержать наш склад Чтобы помочь им остановить вторжение Так Че надо сделать Он нас очень хочет пить Брат Ну так Возьми просто и попей Я конечно не эксперт Но если прям очень хочется пить Просто попей Это же логично Попил, да? Теперь ты хочешь еще и пустой желудок Но пока не критично Поэтому потерпишь Спать при этом Он кстати игры не хочет Так Бастион 35-35 Наши силы равны Найден на нами Порманный гамбизон Можно это поищнить В ремонтной мастерской Так Что за ремонтная мастерская Вот это сейчас важный вопрос Так Это закрываем Ремонтная мастерская Можешь что-то такое построить Ага Сушилка Верстак Факел из стрелы Ага Можно дополнительные стрелы Просто построить Волок на корм А вот Как раз таки Ремонт гамбизонов Нужен набор инструментов И 5 досок Набор инструментов Да? Или это есть Значок верстака Ну подождите Я могу это посмотреть? Нет Нужны инновные инструменты Нужно бы где-то их найти Да Для начала Просто построим Наверное верстак себе Я так понимаю Да? Построим верстачок У нас сейчас средств хватает Чтобы сделать дополнительные стрелы Для людей Иначе мы просто не сможем Вывести атаку Так Ну где-то сейчас Вот тут возле костра Поставим И дестрой Спать он пока что не хочет То есть нет никакой Индикации усталости Так Мы с тобой Что можем сделать Дружище Вторую трать Пока нет смысла ставить Кормить Наверное Нет пока Снова тоже Никакого Кладовая Мясо Кстати Можем сейчас Кстати говоря Чтоб хавка не пропала Можно сейчас мясо пожарить Обучение осады Противник начал обострел Осадными орудиями Летающий камень Может нанести серьезный дом Персонажу Или мастерской Некоторые камни Сложно собрать Использовать для укрепления Сен бастиона Защитники делают всевозможное Чтобы защищать замок От захватчиков Ребята которые вы им даете Дают им надежду На выживание Набор полосок И чисел представленных Своей распределения сил В бою После завершения боя Они будут обновлены И отражаться Сводкой о статистике Понятно Ага У нас в хрюшку У нас в хрюшку Летит Бля Сука Стой Держись Бля Здесь же была как бы Синяя зона Нас обманули Так поехали Ебай Два кирпича летит Чтобы готовить мясо Нужно А у нас нет такого куска мяса Там какое-то хорошее мясо Сырое Свежее Подожди А у нас еще не такое Разве было А ну подожди У нас же такое же мясо было А у нас туша Куски более крупных животных Которые нужно обрабатывать На столе мясника Нужно сначала стол мясника Блядь И вот я не построил Так Ну что мы же пока Ресы пособирать Слушайте Как бы Если есть вариантики Почему бы этого не сделать Кирпич кирпичу А кирпич можно в бастион Или куда заныкивать его Я просто не понимаю Сейчас может быть Стрел себе сделать Что не так Иди стрелу сделай Балбес Сейчас атака врага Мы можем себе А вот Сотирай инструменты Эти самые И стрелы На стрелы Блядь Нужен вообще Железный слиток Алло Где я вам Возьму Железный Бать его Слиток Нормально Нормально Блин Нас там осыпают По самой Не балуйся Так А построить себе Так Это сушилка А стол мясника У нас пока Найдет вообще В принципе Он тут походу Недоступен Да Верстак А вот он Стол мясника Как раз таки Можно построить Чтобы разделать Ту большую тушу Так Подожди 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 Да зайдишь ты Стоп Не того взяли Этого бери Так Стол мясника Строить Разворот Где нибудь Сейчас мы здесь Его как говорится И построим Это очень плохое Среди Очень кривое Я хотел его повернуть Так Бастион Мы пока что В одного выиграем В одного человечка Буквально выиграем Наши стрелы Как говорится Тащат Так Давай-ка мы сейчас Это дело Вот так развернем Стол мясника В эту сторону Вот так поставим Так Битва окончена Защитники храбро сажались И враги понесли Тяжелые потери А Они отступили Они потеряли 5 человек Решили отступить Но при этом Сука До сих пор Нас закидывают Засранцы Издалека Как говорится Но издалека Блять Все гораздо Блять Бедная крыша Так Это была тяжелая битва Было близко Наши солдаты Держались достаточно долго Чтобы заставить врага Отступить Каждый день Когда количество Их трупов Превышает Наше Хороший день Минус Два колчана стрел Стены повреждены Боевой дух Бла-бла-бла Ход битвы Началась атака врага Нас стреляли с нарядами Наши солдаты Хорошо снабжены Несмотря на вытки врага Ни один защитник не погиб Защитники Храбро сражались И враги понесли Тяжелые потери Ага Так Доставьте бинты Раненным солдатам А у нас Есть бинты Начнем с этого Так Если вы можете поверить Состояние укрепления бастиона Отправьте Собранный камень Чтобы укрепить стены Ага Отправить камень Чтобы укрепить Свои стены У нас Один раненый человек Проблема бастиона Нехватка Собственно Ничего Вообще Нехватка Блять Всего У нас Нужны и бинты И вообще Все нужно Интересно Получается Это отменить Какие-то можно точки ставить Когда ты отправляешь Человечка И понятно Куда Блин Ты давай Достраивай Блин Я вот путаюсь Мне хочется Как в стратегии Реально Выделить чувака И как бы Ну отправить его На точку А здесь нужно Привчаться Именно через стап Это прям напрягает Так Большую тушу Да Можешь сейчас Ее разделать На куски мяса Это прям будет Вообще идеально Братан Поехали Прям будет Ну заебись У нас еще есть сушилка Чтоб Что там у нас Сушеные овощи Волокна сушить Было бы прям круто Кстати А по поводу Ремонтной станции У нас теорий Инструмента Не хватает Просто досок А доски Я могу сделать Из большого количества Бребен Сушай А пошли-ка Мы сейчас Спать ты пока Не хочешь Я так понимаю Можем их больше Делать Предположим А есть Ну 5 цифр А не 6 А 5 Нет походу Нету Делай тогда 6 А ты пойди Пока разделай мясо Так получилось У нас оба человека Работали Этим днем Кто не спал Хотя во время осады Хер поспишь Будем честны Как говорится Бинтов пока что нет Будем искать Нужно будет найти Ключ на вылазке Чтобы открыть Проход К той зоне И будем искать Бинты Либо ткань Чтобы делать Собственно Эти бинты Так Слушайте Я предлагаю Наталья первую серию Закончить День третий Сейчас будет уже Интересный поход За конкретными ресурсами Пока что мне в этой игре Ну нравится прям все То есть в целом Пока что интересно И как бы сюжет интересен Возможно она за пределами Этого сюжета будет Не такая интересная Но пока что Все вообще идеально Поэтому Оставляю Как говорится Это прохождение На ваши руки То есть на ваш удел Если много лайков будет И хорошая поддержка То продолжим Вот На этом пока закончим Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok